осенью 2014 года под славянском столкнулись армейский урал и легковой автомобиль авто было пять женщин две из них погибли алексей муж одной из погибших марины он до сих пор заходит на страницу жены пересматривает ее фотографии а рядом маленькая дочка которую теперь воспитывает сам алексей вспоминает то утро в 10 позвонил позвонил какой-то парень с ее номера и сказал что произошла но авария и ничего как бы не знает но в таком русле на место приехал но тот тойота короче этот урал стоит смотрю не видно и она маленькая а потом смотрю она так вот лицо закрыла рука прижала так сильно и вот так вот сгруппировалась прошло два года судебное заседание откладывались трижды за это время алексей только один раз встречался со следователем летом короче мне позвонил вот как бы этот следователь и у меня вот это слава богу подшил как свидетеля к делу ну как я пришел с это с лялькой у меня дал это дело там много еще очень листов это знакомьтесь но это там начал только что я раз-то раз-то раз-плакался и пошел он мне как бы пообещал в электронном виде скинуть ирина водитель автомобиля который попал под колеса 10-тонного грузовика теперь у нее третья группа инвалидности говорит что военные ни разу не пришли в больницу не к ней не к еще двоим пострадавшим мы лечились за свой счет в больнице полностью сами ну и все участники этого этого дтп с военной стороны никто ни копейки не дал на лечение не тоже они на лечение не дали они даже не дали но умершим девочкам на похороны хотя я звонила и просила говорю вы хотя бы скиньтесь хотя бы что-то дайте на похороны но никто ни копейки не дал за два года писала различные инстанции на что получала формальные отписки а по поводу отмены судебных заседаний ей говорили что судья болеет мы писали и в киев еще и донецк был не работал и в донецк писали и прокуратуры писали ну хотя бы дело не забылось везде писали но везде нам были от 23 декабря состоялась первое предварительное судебное заседание где нам удалось поговорить с адвокатом водителя грузовика олега кириковича сам военнослужащий от разговора отказался но адвокат ответил на вопрос почему все это время они ни разу не встречались пострадавшими много следователей поменяло с 14 года очень много насколько я понимаю я сам записал на начало защищать допрашивали в харькове допрашивали там допрашивали там везде допрашивали мы не могли найти потерпевших для того чтобы определиться в порядке гражданского производства определиться для того чтобы встретиться с ним найти общий компромисс для решения вопроса возмещения независимо от того вино и не виной мы по защите но вопрос иногда все одно по-человечески решать мы только я их только первый раз увидел когда у нас была когда была очна ставка она была перекрестный допрос то я их только тогда первый раз увидел и ходил пообщаться это месяц 2 назад череда судебных заседаний только начинается следующий назначена на 3 января на 3 января у нас а Продолжение следует...